Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире уроженцы Западной Армении Карен Демирчак, армянская ковраделья. Президент Арцаха на встрече с депутатами обсудил действия исполнительной власти в создавшейся ситуации. Ситуация в приграничных селах Сюникской области. Коалиция «Спасем Карабах» призвала Швейцарию использовать платформу Совета Безопасности ООН для помощи армянам Арцаха. Вот Хачатуряна, сольный концерт Айка Меликяна в Национальном центре камерной музыки. Государственный политический деятель Карен Демирчан действовал в период пересечения двух общественных порядков, проявил особую преданность и заботу о судьбе своего народа. Волею судьбы обогатил старый общественный строй, став беспристрастным, извешенным, ценителем нового, взяв на себя ответственность за решение социально-экономических проблем в новых условиях. В 42 года был избран первым секретарем ЦК Компартии Армении, правил страной с 1974 года по 1988 год. Воспитанник Политехнического института начал деятельность, начиная от мастера Ереванского электротехнического завода до директора, секретарь Ереванского горкома, далее секретарь Компартии Армении, имел собственную концепцию будущего страны. Представлял Армению с развитой промышленностью, с малыми энергоресурсами, интенсивным сельским хозяйством, в экологическом плане безопасной, какой была Швейцария, сторонник политики глобальных преобразований страны. Дермерчан последовательно настаивал на необходимости разработки специальной концепции реконструкции, которая могла охватывать весь объем социально-экономических проблем, региональные проблемы, пути и методы их решения. Отсутствие подобных подходов ЦК КПСС, необоснованная критика процесса перестройки в нашей республике, принципиальные разногласия с Центром в вопросе межнациональных отношений в постановлении Пленума ЦК КПС Армении 28 февраля 1988 года стали основной причиной его отставки в мае 1988 года. С 1991 года по 1999 год Дермерчан возглавил одно из крупнейших предприятий республики ЗАО «Арм» электромашина. Тяжелая ситуация в стране привела к возвращению Карена Дермерчана к активной политической деятельности. В 1998 году был выдвинут в качестве кандидата в президенты. В мае 1999 года Карен Дермерчан избирается председателем национального собрания. К развитию республики придал скоординированный характер. Были уточнены приоритетные задачи развития, ключевые пути структурной политики, ориентиры, указывающие на большую перспективу разумной и целенаправленной реализации главного потенциала человеческого фактора. За короткий срок Карен Дермерчан сумел сплотить вокруг себя почти все передовые политические силы республики. Армян всего мира приступил к реализации программ по восстановлению страны. 27 октября 1999 года на заседании национального собрания Карен Дермерчан, Вазген Саркисян, пять депутатов национального собрания и министр стали жертвой беспрецедентного политического терроризма. Армянский ковер по сей день занимает особое место в армянской культуре. Несмотря на постоянные технологические инновации, армянский ковер продолжает оставаться неотремлемой частью быта и культурного наследия. Несмотря на научно-технический прогресс, армянские ковры не теряют свои ценности. Традиции армянского ковра от качества сохраняются по сей день, представляя миру уникальную культуру армянских ковров. Действующая с 2000 года, имеющая вековую историю компания Мегерян Карпет, занимается производством армянских ковров, реставрацией, сохранением античных ковров, также выставкой. Оставаясь верными методами создания уникальных ковров, компания Мегерян Карпет продолжает использовать шерсть и краски региона, традиционные методы коврового покрытия. Традиции армянских ковров ручной работы также сохранились в Арцахе. Компания Карабах Карпет была основана в 2013 году. В основном компания производила традиционные армянские ковры, в частности арцахские. Также компания производит эко-ковры, изготовленные из натуральных неокрашенных шерстяных нитей, сохраняет традиционные методы ковроделия. Эко-ковры могут стать новой визитной карточкой Арцаха. Исключительные образцы армянских ковров ручной работы можно увидеть в Музее истории Армении, Национальном музее этнографии и истории освободительной борьбы в Центре народного творчества имени Ованеса Шарамбияна в Доме музея Дзитохтианов в Национальном центре армянского ковра. 2 июня президент Республики Арцах Араик Арутюня встретился с депутатами Национального собрания. Как передают армии пресс со ссылкой на сообщение аппарата президента Арцаха, Араик Арутюнян представил последнее военное политическое развитие вокруг Арцаха, коснулся переговорного процесса Армении и Азербайджан и рассказал о шагах, предпринимаемых исполнительной властью в сложившейся ситуации. Президент Арутюнян ответил на вопросы депутата по внутренним и внешним вопросам. Были обсуждены необходимые совместные действия. Деревня Кахнут в Тюникской области после последней войны стала приграничной. Здесь проживают около 40 человек. Школа и детский сад приграничного села закрыты более трех десятилетий. В 90-е годы после начала движения начались обстрелы, школу закрыли, рассказывает житель села Рико Оганян. Односельчанин Гриша Тамразян, перечисляя проблемы, добавляет, жители приграничных сел остались одни. Сельчане опасаются выносить сельскохозяйственный товар в поле, турки могут прийти и забрать. Ситуация очень сложная. После установки азербайджанцами пропускного пункта на трассе Горис-Капан правительство обещало построить объездную дорогу для сел Воротаншур-Нур-Барцраван. Прошло уже три года, но села все еще связаны с городом Горисом, грунтовой дорогой. Международный комитет Красного Креста в приграничных селах осуществил ряд программ. Предоставил саженцы малины, улей, сельхозтехнику. На данный момент при помощи Красного Креста поля, которые были закрыты 15-20 лет, открыты и распределены среди сельчан. Провелся посев зерна. К следующему году в рамках нашего мониторика будет понятно, выгодно это или нет, отметил староста села Ужаниса Сун Саркисян. Староста Ужаниса отметил, более 30 гектаров земель села находится под прицелом азербайджанских воз. Там сельчане вести работают не могут. Правительство Западной Армении, ответственное за право своего народа на жизнь, являясь преемником государства Армения Погоса Нубара, в состав которого входит западная и восточная Армения Арцахна Хаджеван и Джабах, уже в третий раз выражает возмущение по поводу попрания прав своих граждан, проживающих в приграничных районах. Приветствуем помощь Международного комитета Красного Креста жителям села. В то же время молчание других международных структур считаем неприемлемым. При первом же сигнале правительство Западной Армении в качестве посредника выступит в международных инстанциях. Коалиция «Спасти Карабах» призвала главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацию Кассиса использовать председательство Швейцарии в Совете Безопасности ООН для помощи осажденному народу Арцаха. В частности, в письме содержится призыв Кассису использовать оставшиеся несколько недель своего председательства в Совете Безопасности ООН для продвижения резолюции, которая защитит уязвимых армян Арцаха. И признает их право на самоопределение. В письме говорится, в феврале Комитет по международным отношениям Государственного совета Швейцарии принял резолюцию, призывая Швейцарию работать на резолюции в Совете Безопасности ООН, что приведет к прекращению блокады и обеспечиванию международных гуманитарных воздушных перевозок в Арцах. Коалиция призвала Кассиса использовать резолюцию Комитета по международным отношениям в качестве политической основы для действий в Совете Безопасности ООН. 6 июня 2023 года исполняется 120-летие великого армянского композитора, дирижера народного артиста СССР Арама Хачатуряна. В Армении и за рубежом готовится к юбилейным мероприятиям. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта. Разработана широкомасштабная и многожанровая программа юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию Арама Хачатуряна. Конкурсы, фестивали, гастроли. В программу включены ведущие государственные коллективы, республики. Национальный филармонический оркестр Армении, Национальный академический театр оперы и балета имени Александра Спиндяряна, Государственный симфонический оркестр Армении, Трио Хачатурян, Государственный камерный оркестр Армении. Концерты пройдут во Франции, Италии, Греции, США, Канаде, Аргентине, Великобритании, Мексике, России, Грузии. Таким образом, реализация указанных программ будет способствовать переоценке и популяризации оставленных неоценимых наследий за рубежом выдающегося композитора. Год Хачатуряна начнется с сольного концерта Айка Меликяна в Национальном центре камерной музыки. 14 июня заслуженный артист Республики Армении, известный пианист Айк Меликян выступит с эксклюзивной программой. В программу включены шедевры Хачатуряна, фортепианные интерпретации ашубской музыки, жемчужины армянской классики, оставившие неизгладимый след в творчестве Хачатуряна. И в завершении новостей послушаем народную песню в исполнении Сейрана Абакяна и Эка Хорстка. Сейрана Абакяна Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Сейрана Абакяна Сейрана Абакяна